приветствую я долго думал как бы сделать новогодний видос с поздравлением и всеми делами но вспомнил что вообще очень мало людей его смотрят но видимо потому что это не супер актуально и поэтому я решил в этом году поздравить вас с таким необычным видео это будет кулинарное видео мы будем сейчас готовить естественно при помощи ножа причем естественно не предназначенного для этого но об этом отдельно мы будем готовить на мой взгляд очень актуальное по жизни и к празднику блюда ну и с небольшим таким небольшим но кавказским колоритом это айва мы будем ее запекать это будет запечена его однако не по классическому рецепту который в общем это типа орехи мед а по ну в кавычках боже прости я это сейчас скажу вслух ппшному правильному питанию рецепту ну так маленькая ремарочка такая там звездочка сносочка у меня есть образование в области науки о питании гигиены питания раз и у меня есть сертификат спортивного нутрициолога ну так вообще то вот поэтому поверьте то что мы будем готовить она как бы научно обоснован вот я наверное не буду вас грузить научного обоснования но если вам будет интересно вы об этом в комментариях напишите а теперь у нас с вами есть приправки специи это отдельная песня и в общем я для себя определился где я их беру потому что это не всегда легко и не всегда дешево и не всегда доверительно потому что один из самых ну скажем так фальсифицируемых продуктов питания по статистике первое место занимает оливковое масло второе приправы почему ну тоже с оливковым маслом непонятно на вид не ясно смешивается в любых пропорциях одно масло с другим и до свидания вот то же самое с приправами подсыпал что-нибудь как бы и в общем как бы вот поэтому нужно скажем лично знать человек который занимается вашими приправами потому что если это не так то тогда да кто их вообще проверяет сыпем все да как бы покупаем в торговых сетях сыпем и в общем иногда вроде вкусно иногда невкусно кто знает насколько это в приправах дело приступим что нужно сделать значит нам понадобится мускатный орех нам понадобится молотая корица ну все можно вот естественно нам понадобится какао в такой знаете баночки из под нутеллы как вам ностальгия вот ну и сама его лучше выбирать не не очень крупную потому что дольше гораздо будет готовиться главное чтобы не все были в одном калибре то есть чтобы не были разными нож будем использовать протек годсом действительно и диссишник до с автоматом до тактического вида до абсолютно непрактичный и вот с такой прорезью в клинке вот с такой только хорошо видно на фоне этой штуки и вот этим будем готовить я не шучу и вы можете скептически к этому относиться но мне удобнее всего готовить именно им как это ни странно какая методика готовки но тут у нас есть маленькая сложность я не у себя на кухне поэтому я буду стараться осторожнее не засадить ножом во первых доску а во вторых насквозь то что тоненькая у меня а во вторых ножом в стеклянную поверхность да вот в этом вот я отрезала его поверьте есть одна важная маленькая тонкость мы должны поставить его обратно совместить края и сделать вот так срезать вот такой кусочек для того чтобы в этом по этому месту мы потом узнали куда обратно надо сложить крышечку даю подсунуть дальше мы делаем что дальше мы делаем вырез надо удалить сердцевинку и вот тут как раз таки нож с кинжаловидным клинком и оказывается очень и очень кстати я например не боюсь давать ему боковую нагрузку и хотя там клинок типа слабенький типа вот это все но на самом деле нож крайне приемистый и он очень крепкий он значительно крепче чем кажется это действительно так вот сердцевинка его удалена ну и соответственно тоже самое надо сделать со всеми остальными здесь будет либо монтаж либо все-таки я буду делать это одновременно с вами крышечка крышечку убрали совместили надрезали индикатор вот удаляем сердцевинку еще одну очередную крышечку по индикатору пока обратно следующая его крышечка на место индикатор сердцевинка давайте пока делаю наверно буду вам все-таки что-нибудь рассказывать в чем прикол этого десерта в том что в принципе это в общем будут а достаточно сладкие на вкус б достаточно пирожные как это ни странно и на здесь вот у нас не все удалилось сейчас еще поговорят так вот это будут пирожные они будут достаточно сладкие на вкус потому что сахара которые есть в айве понятно так вот температуры они будут распадаться и будет становиться слаще вот плюс в этом участвуют там сами ферменты которые в этой самой айве в самой есть и это по сути такой так называемый аутолиз так вот прикол этого дела в том что мы вообще-то добиваемся того что она становится мягче слаще и все такое но одновременно происходит увеличение так называемого гликемического индекса то есть эта штука превращается конечно в более легко усвояемый углевод и это может показаться да скажем так как раз таки в кавычках не пп то есть и естественно его лучше конечно съесть ну целиком в чистом изначальном виде в сыром но но это всяко лучше чем пирожные торт наполеон или еще что-то где будет а куча жирины параллельно и б есть еще один нюанс заключается в том что гликемическая нагрузка от айвы очень небольшая то есть айва это фрукт в котором меньше допустим сахара на 100 грамм чем в яблоках понятно что слегка все зависит от сорта яблок но в среднем в яблоках больше и именно поэтому айва достаточно удачная для удачный выбор для такой штуковины ну пока я вам тут трендил я все разделал вот все получилось поэтому ставлю айвушки вот так крышечки с них я снимаю складываю а вот они готовы счастливые радостные к тому чтобы быть заправленными как мы заправляем ну собственно достаточно просто берем какао и в каждую айву так вот добротную ложку какао прям не стесняясь причем первым делом должно попасть именно какао потому что она будет пропитываться соком самой айвы по мере того как айва будет собственно этот сок давать дальше надо взять мускатный орех можно и сначала корица попалась под руку мне нравится упаковка этих приправ потому что собственно говоря просто потому что я врач и это удобно вот чтобы высвободить достаточно чуть-чуть постучать просто так и вот она уже сыпется тоже очень удобно ну и корица штука такая корицы блюда не испортишь вот чего не скажешь мускатном орехе мускатный орех будем дозировать гораздо аккуратнее вот мускатный орех здесь надо вскрыть специальную пимпочку вот ну и вскрываем мускатный орех его надо добавлять аккуратнее буду добавлять аккуратнее дальше это скажем так базовый рецепт после чего можно после чего можно сделать что можно добавить ягоды ну кто какие любит да скажем так можно добавить чернику можно добавить допустим вишню можно добавить клубнику лично вот ну мой голос за клубнику берется замороженная клубничка засовывается сюда потом все это радостно накрывается каждой своей крышечкой в нужном в том же положении главное чтобы крышечка максимально плотно прилегала ну и на этом собственно говоря все после того как вы крышечкой накрыли вы можете совершенно спокойно отправлять это в духовку температура должна быть не очень высокой такой не супер высокой порядка 180 градусов вот и на этих 180 градусах вы радостно и счастливы и запекаете в общем по желанию чем на дольше она останется тем она будет более такая ну скажем так жухленькая да мягенькая но более сладкая если вы оставите ее на меньшее количество времени то она будет чуть более упругой тверденькой и чуть менее сладкой но в целом это все дело вкуса и вы с первого раза там со второго быстро поймете какова продолжительность которая нужна и интересно вам и вашим может быть там деткам потому что поверьте лучше ребенку приготовить такое пирожное назвать называть дома пирожным это чем в общем заталкивать в него с детства всякое разное чтобы потом хоть и не заразное но сахарный диабет это плохо вот так что такая история до новых встреч в интернет эфире но еще и с наступающим новым годом рождеством хороших праздников видео будут выходить я буду отдыхать вы отдыхайте но видео благодаря автоматике будут выходить и радовать вас смотрите лайкайте комментируете это всегда интересно до свидания думал все но не сдержался доснял разложу клубнику я ее подготовил вот и заодно скажу я так подумал подумал поставок снял думают что все буду сто пудов уж все равно будете спрашивать да это видео собственно говоря для того чтобы в том числе еще вам поведать про конкретного поставщика клубники специй вот ну и соответственно я оставлю контакты в описании к видео контакты это мой подписчик он действительно занимается специями он их сам производит и в принципе я у него беру спокойно в принципе есть еще у меня есть такие же контакты человека который рыбой занимается я стараюсь ну домой семье покупать только из проверенных источников все и вот собственно говоря у меня есть человек который занимается специями человек который занимается рыбой где я лично знаю человека непосредственно как бы мне спокойнее брать и приобретать все у человека, которого я реально лично знаю. Ну, потому что единственное, на что можно надеяться в этом мире, там осталось более-менее, это на порядочность людей. Тех, кого ты лично знаешь, на какие-то, ну, доверительные отношения, потому что больше, как бы, ну, ничего стабильного в этом мире, к сожалению, я лично не знаю и не вижу. Вот. Поэтому так. Вот так это выглядит. То есть, в итоге крышечки обратно, покрепче, поплотнее. Вот, ягодки там остаются, ну, и все это радостно идет запекаться. Поэтому, если вам интересен такой формат, вы напишите в комментариях, чтобы я знал. Если не интересен, вы все равно напишите в комментариях, чтобы я же знал. Вот. И, да, ссылки, описание на приправы я оставлю. Там, естественно, есть не только мускат и корица, а любые приправы, включая ароматизированные масла и еще что только нет. Я ароматизированные масла уже тоже попробовал, клево очень, на самом деле, мне понравилось. Ну, ароматизированные, в смысле, приправами, естественно. С самими приправами, а не химозой. Вот. Ну, и собственно говоря, если про рыбу интересно, про рыбу тоже скажите, может быть, поготовим рыбу. Вот такая история. Как видите, нож абсолютно справляется с такими задачами, будучи абсолютным иди-хищником. Ну, да, тут еще моя заточка, но она на 44 градуса, поэтому это явно, ну, не резачок. Вот. Но работает вполне, причем еще и удобно. А вы говорите, полоченьки-полоченьки. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...